Индустриальный гигант советской эпохи, орден Октябрьской революции за освоение космоса, передовые оптические технологии, инновационные подходы в производстве. Сегодня экран работает в современном формате. На площадке создан промышленный парк. Якорные резиденты предприятия Ратом Холдинга помнят и чтят традиции поколения заводчан, которая стояла у истоков. Один из них – легендарный директор Георгий Каланда. Он делал ставку на наукоемкие технологии, создал энергетическое и стекольное производство, обеспечивающее развитие электровакуумного приборостроения. Вкладывал все, что у него было, это был на удивительный, щедрый человек. Все, что у него было, а у него была и харизма, и привлекательность, как человеческая, так и как руководителя. Он очень любил людей. Он знал всех по имени практически, всех, кто на заводе работал. Он обходил цеха раз в неделю, проверял, как строится, какие-то стройки. У него всегда было все на контроле. Системный подход сохранили на предприятии «Сибирское стекло». Фундамент для трудовых достижений заложили ветераны. Преемственность поколений позволяет коллективу держать марку. На предприятии отмечают заслуженных сотрудников и лучших по профессии, людей, которые вносят значимый вклад в общий успех. Здесь уверены, что юбилей будет ознаменован новыми производственными рекордами. В этом году мы запустили несколько очень важных и значимых для нас проектов, которые позволят «Сибирскому стеклу» усилить свои конкурентные преимущества. И я уверен, что эти проекты не только важны для нас, но они и важны для нашего региона. И мы в очень плотном взаимодействии работаем с нашими региональными властями. И мы видим, что власти делают очень большой акцент на поддержку развития промышленности в регионах. В стекольных комплексах расположено крупнейшее за Уралом производство стеклотары. Производительность – 850 миллионов изделий в год. Львиная доля – облегченная бутылка. Это более экологичный вид упаковки. К тому же, снижая ее вес, завод наращивает выпуск продукции. Наличие мощных стекловаренных печей позволяет «Сибстеклу» утилизировать отходы стекла со всей Сибири. Сегодня в производстве продукции используют рекордные 45% торсырья. В планах на 2024 год увеличить долю до 80%. Задача амбициозная. Ее решение существенно сократит нагрузку на экологию. Алена Кузина. Итоги недели. Субтитры создавал DimaTorzok